Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Уже в понедельник в Наринмаре в клинико-диагностическом корпусе Нинецкой окружной больницы откроется лаборатория, где можно сдать ПЦР-тест по более доступным для населения ценам. Ежегодно с фермы Нинецкого аграрно-промышленного комплекса, расположенной в районе поселка Факел, стадо крупнорогатого скота отправляют пастись на луга в район села Тельвиска. В этом году в Наринмаре и поселке Искателей капитально отремонтируют 16 многоквартирных домов. Ремонтные работы уже начались. Плюс 6. В регионе растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, от которой скончалось за все время пандемии 5 жителей округа. Один из них на этой неделе. Как утверждают медики, заболевание в третью волну эпидемии протекает наиболее тяжело, а возраст заболевших значительно снизился. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатом ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 52 человека. С начала пандемии проведено более 20,5 тысяч ПЦР-исследований на появление инфекции. На учете в Управлении Роспотребнадзора в настоящее время состоит уже более 190 человек, близко контактировавших с заболевшими. Только за последние сутки количество контактных увеличилось на 13 человек. Напоминаем, что в Ниндском автономном округе действует обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Желаю приветствую вас. На территории Ниндского автономного округа государственной социальной политики по улучшению положений семей, женщин, детей, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также реализация государственной политики в области охраны труда. Елена Степановна Левина родилась в 1974 году в Архангельске, окончила Архангельскую государственную медицинскую академию по специальности педиатрия и Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности менеджмент организации. Общий стаж работы в системе здравоохранения около 29 лет. На территории Ниндского автономного округа более 8 лет. Уже в понедельник, 28 июня, в Наринмаре начнет работать специальная лаборатория, где можно будет пройти ПЦР-тестирование в два раза дешевле, нежели в настоящее время. Помещение для нее оборудовали в клинико-диагностическом корпусе Ниндской окружной больницы на улице Авиаторов в городе Наринмаре. Накануне в новой лаборатории побывали и познакомились с особенностями ПЦР-тестирования глава региона Юрий Бездудный и председатель собрания депутатов Нинденского автономного округа Александр Лутовинов. Как сообщают представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, стоимость услуги ПЦР-тестирования составит 1400 рублей. В настоящее время этот анализ в медицинских организациях региона стоит от 3 до 4700 рублей. В случае болезни пациента ПЦР-тестирование проводится бесплатно. В лаборатории в двух специальных боксах находится современное оборудование для удобной и безопасной работы лаборантов. Именно приобретение современного оборудования и новые методики работы позволили существенно снизить стоимость теста. Для нас это очень важно, открытие этой лаборатории, своей лаборатории. Но еще более важно, чтобы цена на тесты была максимально доступна для жителей округа. Мы получили такую мощную третью волну ковида сейчас в регионе и, естественно, должны проводить очень правильное эпидрасследование для того, чтобы охватить все, с кем контактировали сегодняшние больные, ПЦР-тестировать и при необходимости быстро приступать к лечению. Потому что вирус мутировал, очень сложно лечиться. Я обращаю на это внимание максимально круг всех, с кем вступали в контакт, проводить ПЦР-тестирование. Напомним, ранее на оперативном штабе по коронавирусу было принято решение рекомендовать окружным работодателям допускать на работу сотрудников, вернувшихся из отпусков, проведенных за пределами округа, с наличием сертификата о вакцинации, либо со справкой на антитела или ПЦР-тестом. Причем, если работодатель принимает такое решение на уровне своей организации, он должен позаботиться об оплате ПЦР-тестирования своим работникам. Теперь тесты стали более доступными. Поехавшие стены, холод в квартирах, сквозные дыры и прогнившие доски. Теперь об этом можно забыть. В этом году капитально отремонтируют 16 многоквартирных домов. Ремонтные работы уже стартовали. Тему продолжит Наталья Дуркина. О проблемах жителей дома номер 25 по улице Пионерской мы знаем не понаслышке. Еще в январе 2020 года Эдуард Слободенюк с супругой обращались в редакцию телеканала «Север» с просьбой о помощи. Рассказать, как жители дома переносят лютый холод в своих квартирах. Проблема элементарно в подъезде, там такая же температура, как и на улице. У нас входная дверь промерзает, сами стеклопакеты. Про них тоже что говорить, они тоже какие-то промерзают постоянно. На них лед образуется. Но самое главное, что вопрос повис. То есть, вроде, должно были организовать. Спустя время жители услышали. Ремонт многоквартирного дома перенесли на более ранний срок. Жильцы этого дома обращались достаточно длительное время с просьбой переноса сроков капитального ремонта этого дома на более ранний срок. И по результатам, по поручению губернатора, департаментом строительства на комиссии был рассмотрен вопрос о переносе сроков. В результате в краткосрочный план внесены изменения, и мы в этом году ремонтируем этот дом. Утепление фасада, цокольного перекрытия, замена электропроводки в коридорах и наружного газоснабжения. Это еще не полный список работ, которые подрядчик обязуется выполнить в срок. Сроки, согласно графику, у нас до сентября месяца. По ходу выполнения работы выявились и дополнительные работы. Но мы идем в графике, спокойно, не отставая. В ходе начатых работ выяснилось, что необходимо провести еще замену окладных пенцов по периметру здания, а также деревянных стульев фундамента. На данный момент на объекте работает бригада из 15 человек. Очень холодно. Много лет уже мучаемся. Холод, дикий холод такой. А сейчас ремонт капитальный и делают. Ребята замечательные, вообще молодцы так делают, стараются. Ничего не можем, претензий ничего нет. Делают очень хорошо. Молодцы. Добавлю. За 6 лет существования фонда содействия реформирования ЖКХ АНАО отремонтировано 38 многоквартирных домов, что составляет около 10% от общего числа включенных в региональную программу. В этом году планируется обновить 16 домов. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Пымбашор – единственные термальные источники на Крайнем Севере, которые вошли в топ тысячи туристических брендов России в категории природа. На конкурс проектов Ниньский округ представил музейный комплекс Пустозерск, традиционные гонки Бурандэ и термальные источники в Пымбашор. Последний прошел отборочную комиссию. Самые северные термальные источники в мире находятся вблизи поселка Харута. Также здесь расположен памятник эпохи Палеолита, который включает в себя 8 термальных источников с минеральным началом, который находится в бассейне реки Адзивы на границе Ниньского автономного округа и республики Коми. Горячие источники не замерзают даже в арктические суровые морозы. Постоянная температура летом и зимой составляет 20-28 градусов по Цельсию. Состав воды относится к лечебно-столовым питьевым водам, которые применяются для профилактики и лечения многих заболеваний – желудочных, легочных, грудных, глазных и кожных. Для сохранения и развития животного, растительного и минерального мира территория Пымбашор получила в 2015 году статус особо охраняемой природной территории. То, что на нас обратили внимание, то, что мы вошли в топ-1000 объектов туристической направленности – это большой шаг вперед. И большая, получается, большая работа и от практического туризма нашего округа, бизнес-центра нашего, ну, соответственно, и нашего поселка, наших людей, людей нашего поселения. Добавлю, на конкурс топ-1000 туристических брендов России было подано 1478 заявок со всех уголков России. По результатам экспертных оценок жюри определило список победителей. В него вошли достопримечательности 77 регионов России. Депутат Государственной Думы Сергей Коткин в прямом эфире подвел итоги работы седьмого созыва депутатского корпуса и ответил на вопросы журналистов и жителей округа. Среди наиболее острых вопросов, которые на протяжении нескольких лет интересуют многодетные семьи – земельные участки, а также недавно принятый закон об арктическом гектаре. Александра Литкова расскажет подробнее. Программа «Арктический гектар» начнет действовать с 1 августа текущего года. Согласно федеральному закону, желающие смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в короткие сроки – до 35 дней. На федеральном уровне был принят закон об арктическом гектаре, по аналогии с дальним источным гектаром. На ваш взгляд, как будет работать эта программа в суровых условиях Арктики? Вопрос, который возник сразу после принятия закона, не на шутку обеспокоил тех, кто занимается традиционными видами деятельности в Ненецком округе. Закон такой принят. Сейчас мы ждем подзаконных нормативных актов. Вот это тот закон, который не прямого действия. Мы ждем подзаконных нормативных актов. Правительство должно разработать положение, каким образом будут предоставляться вот эти земли. Те волнения и беспокойства, которые вы выражаете с точки зрения земель сельхозназначения коренных мочительственных народов. Я задавал этот вопрос на профильном комитете. Мы получили заверение Арктического совета о том, что земли коренных народов, там, где они ведут традиционно хозяйственный традиционный образ жизни, предоставляться для Арктического гектара не будут. Сергей Коткин добавил, что Арктический гектар будет выделяться на землях, близких к населенным пунктам. Еще один вопрос, который волнует многодетные семьи округа на протяжении нескольких лет, касается выделения земельных участков и компенсации в случае отказа от земли. Этот вопрос, который был задан одной из жительниц Нарьенмара, носит региональный характер. Тем не менее, Сергей Коткин не оставил его без внимания. Сейчас, я думаю, что надо выходить на окружное собрание депутатов, что вы мне сказали. Я встречусь с председателем окружного собрания, с губернатором буду разговаривать. С тем, чтобы посмотреть, сейчас нефть у нас подросла уже за 70 долларов за баррель. Посмотреть, каково состояние бюджета. Если бы снимали деньги в тот период, когда их не было, не хватало, то сейчас, когда немножко мы так вздохнули, передохнули, то можно было бы их увеличивать на самом деле уже. Но надо посмотреть бюджет, то, о чем я говорю, это уже их прерогатива не моя. А вот то, что я сказал, я не могу вмешиваться в бюджет. Моя бы воля, я сейчас бы всем дал, детям. Что касается размера компенсации, в Нарьинмаре она составляет 1 миллион рублей. В поселке Искателей 600 тысяч, а в селах 450 тысяч рублей. В связи с дефицитом окружного бюджета, выплаты были временно прекращены с 2020 года. Полностью пресс-конференцию депутата Госдумы 7-го созыва, который завершил свою работу на прошлой неделе, покажем в эфире телеканала «Север» 28 июня. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Бонвояж – ежегодная пешая прогулка по району «Виллэдж» и погрузка на баржу. 167 коров Ниньской агропромышленной компании отправились на летний отдых в село Тельвиска. Пожелать хорошего отдыха и счастливого пути отправилась наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Сегодняшнее утро для коров началось по-особенному. Вместо обыденного завтрака на ферме Буренка и ее подруги отправляются на летний удой в село Тельвиска. Ежегодно с фермы Ниньцкого аграрно-промышленного комплекса, расположенной в районе поселка Факел, стадо крупного рогатого скота отправляют пастись на луга в район села Тельвиска. Стадо, ну примерно 170 голов Ниньцкой агропромышленной компании отправляется на луга. Как говорят фермеры известные, поговорка, что корова на языке, то какое будет и молоко. То есть они отправляются, ну назовем так старым термином, комбинированным маршем. Они сейчас с фермы идут сюда своим ходом, потом на три судна грузятся и будут на лугах. Там получат свежую траву, аминокислоты, что в конечном счете, когда наши жители вернутся из отпусков, дети вместе с ними, то будет свежее, хорошее, всеми любимое молоко и молочные продукты. Рогатые путешественники отправляются в Тельвиску. Здесь они будут пастись и получать насыщенные витаминами корма вплоть до сентября. Затем вернутся обратно на ферму на зимний постой. Молочная продукция местных производителей пользуется большим спросом среди населения. Каждое образовательное учреждение включает их в рацион питания. Местное молоко всегда на прилавках и в магазинах Наринмара и посёлка искателей. Цена на местное молоко низкая, несмотря на то, что его производят на территории Крайнего Севера. Это субсидируемый продукт. Буквально накануне в округе было принято решение о выделении дополнительно более 17,5 миллионов рублей на субсидии сельхозпроизводителям на один килограмм реализованного или отгруженного в собственную переработку молока. В настоящее время подготовлен проект постановления администрации округа, предусматривающий повышение ставки субсидий на один килограмм молока в период с 1 мая по 31 августа до 70 рублей. На сегодняшний день ставка составляет 58,5 рублей на килограмм. Ненецкая аграрно-промышленная компания занимает лидирующую позицию в регионе по надою молока. В прошлом году объём произведённого молока составил более 38 тысяч центнеров. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Запрет на продажу алкоголя. В воскресенье 27 июня не будут продавать алкогольную продукцию в связи с празднованием Дня молодёжи. Как сообщает Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, в соответствии с подзаконным актом об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа, действует запрет на розничную продажу алкоголя в День молодёжи, который празднуют в России 27 июня. За нарушение предусмотрено наказание. Конфискация алкогольной продукции и штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц. Для юридических лиц предусмотрено наказание от 100 до 300 тысяч рублей. Отметим, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. Напомним, что помимо Дня молодёжи в Ненецком автономном округе, продажа алкоголя запрещена в Международный день защиты детей 1 июня и в День знаний 1 сентября. Открыт сбор молодёжных идей для включения в национальные проекты. Росмолодёжь и автономная некоммерческая организация национальной проекты запускают открытый сбор инициатив, направленных на развитие и поддержку госпрограмм по молодёжной политике, которые будут включены в национальные проекты России. Президент России Владимир Путин предложил включить интересы молодёжи во все национальные проекты. У нас 13 национальных проектов. Раньше о молодёжи говорилось только в национальном проекте образования, федеральный проект «Социальная активность». Я думаю, что каждый из нас видел то, что происходит. Мы выигрываем гранты, наша молодёжь участвует в форумной кампании, но это недостаточно. И, на мой взгляд, сейчас молодёжь имеет такую возможность, как дать свои предложения в федеральную повестку, направить свои инициативы в Росмолодёжь. И этот пул инициатив Росмолодёжь собирает и после этого формирует такой вот отдельный шорт-лист, так называемый, на основании которого все предложения могут быть учтены в национальных проектах. Идея принимается до 27 июня. Авторы лучших предложений примут участие в стратегических сессиях с участием экспертов для разработки комплексных программ поддержки. Раздолье для детского творчества. Редакция газеты «Нарьяна Вендер» проводит конкурс детских рисунков на тему «Моя Россия». Конкурс посвящён главному празднику страны – Дню России. Рисунки принимаются в двух возрастных категориях – от 6 до 9 лет и от 10 до 15 лет. Подробнее об условиях проведения конкурса рассказали его организаторы. Это конкурс детского рисунка. В нём могут принять участие все желающие – и дошкольники, и ученики школ, разных творческих кружков. Оцениваться работу будут в двух возрастных категориях – это от 6 до 9 лет и от 10 до 15. В любой творческой технике можно выполнять рисунки как удобнее детям. Они сами выбирают – хоть карандашами, хоть фломастерами, а хоть более какими-то серьёзными, да, с серьёзной техникой. Свои работы прислали уже порядка 20 участников из Наринмара. Конкурсом заинтересовались и за пределами округа. Ребята из Ханты-Мансийского автономного округа также прислали свои работы. Победители конкурса будут определяться путём открытого голосования в официальной группе газеты «Нарина Виндер» в социальной сети ВКонтакте. Приём работ продолжится до 30 июня. Несмотря на введённые ограничения Дню молодёжи быть, Региональный Центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания Нейнского автономного округа подготовил интересную и насыщенную программу. Празднование Дня молодёжи в 2021 году пройдёт накануне 26 июня в парке «Юбилейный». Наринмарцев и гостей города ждут развлекательные мероприятия, соревнования, мастер-классы, а в завершении праздничных мероприятий – дискотека. Сама основная программа у нас начнётся с 12 часов. Там будет проходить контест для молодых райдеров. У нас предусмотрено это в программе. Потом где-то в 5 часов у нас запланирован концерт совместно с ДК «Арктик». Там будут выступать наши молодые начинающие музыканты, которые на репетиционной точке у нас занимаются, и также уже профессионалы из Дома культуры «Арктики». У нас будет организован фудкорт для ребят, будет организован такой своеобразный тир ещё, и вообще будет очень много интересных площадок. Призываем всех присоединиться к нашему празднику. У нас будет очень классная задумка. На Дне молодёжи у нас будут разыграны даже два планшета для посетителей. Поэтому мы всех призываем приходить туда, участвовать в наших мероприятиях. Будет классно. Планируется также провести две выставки. В ходе одной из них сотрудники управления МВД расскажут о своей работе и продемонстрируют обмундирование. А в другой федерации Мотокросса покажут не только свою технику, но и организуют фотовыставку. Помимо выставок и развлекательных мероприятий, организаторы решили сделать и арт-пространство, где ребята будут рисовать граффити. Всю интересующую информацию вы можете уточнить по телефону, который видите на своих экранах. Программа опубликована на официальной странице Молодёжного центра ВКонтакте. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.